Президент Латвии Эйгил Слэвиц предлагает ограничить в стране вещания российских телеканалов. Поправки к закону о СМИ уже обсуждает парламент. Идея в том, чтобы 80% телеканалов транслировались на языках ЕС и только 20% на русском. Но около четверти населения Латвии русскоязычные граждане. Житель Риги Никита Матвеев один из них. Многие отказываются от телевидения вообще. У меня остаются некоторые каналы, которые я включаю. Ну, мне нравятся развлекательные каналы. Спортивные, ТНТ. Наверное, это два основных вещательных потока. Местных общественных телеканалов на русском языке в Латвии нет. Только отдельные новостные программы. По данным на 2019 год, первый Балтийский канал третий по популярности в стране. В его программах часто можно услышать критику латвийских властей и поддержку политического курса России. Президент Латвии говорит, что новый закон ограничит распространение российской пропаганды. А Латвия станет частью общего европейского информационного пространства. Мы финансируем эти государственные каналы, их трансляцию здесь, в Балтийском рынке, через наши рекламы, которые мы как потребители оплачиваем в Первом Балтийском канале. Так что, в принципе, за российскую пропаганду зрители здесь даже оплачивают своими или деньгами налогоплательщиков через покупки информационных компаний, например, самоуправления Риги, или как покупатели разного рода продуктов. Политолог Филипп Раевский говорит, что запрет должен быть хорошо продуман, иначе можно добиться обратного эффекта. Запретный плод привлечет аудиторию. Надо понимать, что если мы говорим о развлекательном содержании, я думаю, очень сложно будет конкурировать. Единственное, что может произойти, и что быстрее всего произойдет, что молодое поколение будет лучше знать русский язык, и они просто будут мигрировать на английскоязычное развлекательное содержание. Но я думаю, что очень мало кто задержится на латышкоязычное содержание, потому что его просто нет в таком количестве, как люди хотят. Первый балтийский канал принадлежит холдингу Baltic Media Alliance. Проблемы у этой компании начались еще в 2019 году. Было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Причина Baltic Media показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его бизнесы после аннексии Крыма находятся под международными санкциями. Новые ограничения, которые предлагает президент Латвии, тоже напрямую коснутся Baltic Media Alliance. Но в компании считают, что эти меры могут не сработать. Люди все равно хотят смотреть телевизор на понятном для себя языке. У людей должен быть выбор. А возможностей посмотреть любимые ТВ-программы сейчас очень много. Дело не ограничивается только телевизионным пультом. На вопрос, что он будет делать, если из телевизора исчезнут его любимые русскоязычные телеканалы, Никита из Риги говорит, что перестанет смотреть телевизор. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Латвия, Рига.